Покраска ушла у нас две недели, чтобы хорошо цвета легли. И один день нанесения эмблемы ВДВ и наклейки флага с названием. Александр Братишко – представитель династии десантников. Гвардии младший сержант, ныне начальник службы подвижного состава. Именно он стал инициатором необычного подарка для всей десантной братьи Старого Оскола. Идея родилась у нас год назад. Мы проводим ремонты трамвайным вагоном. И решили, так как я отношусь к десантникам и мастер ремонтный, у меня тоже десантник, решили с ним вместе подготовить вагон. Согласовали с нашим руководством. Руководство одобрило эту идею. Теперь этот трамвай носит гордое название «Десантник». Его номер 23. Сегодня он уже вышел на линию. А это еще один подарок ко дню ВДВ. В Старооскольском сквере десантников установили информационную плиту боевого пути воздушно-десантных войск. Здесь указаны все территории, где когда-то служили десантники. Ветераны приходят, чтобы гордость была, радовались, чтобы видели, где служили свои части, бригады, полки. Старом Осколе проживает свыше трех тысяч десантников. Большая часть из них сегодня стала участниками традиционного митинга у памятника Василия Маргелова, основателя ВДВ. А также шествие по центральным улицам Оскола. А так день ВДВ отметили в Губкине. Здесь организовали автопробег, в котором приняло участие более полусотни машин с флагами и сигналами клаксона. Мы хотим показать то, что воздушно-десантные войска – это элита нашей России. То, что мы никогда не забудем те моменты своей службы, те моменты своей жизни. То, что мы отдали там кто-то два года, кто-то больше, кто-то на контрактной службе. Отдали именно воздушно-десантным войскам. Непосредственно голубым беретом. Из года в год маршрут не изменен. Городские памятные знаки, кладбище, где почтили память погибших десантников, и центральная площадь города, гуляния на которой будут проходить до позднего вечера. Екатерина Равинских, Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко, Жанна Краснянская. Такой день на мире Белогорья.